Всем привет, дорогие мои подписчики и люди, которые смотрят этот ролик. Это новое видео на канале GadgetMoney. И сегодня мы более подробно поговорим о хорошем смартфоне, фаблите это Xiaomi Mi Note в бамбуковой версии. Итак, мы начинаем. Поехали! Как сэкономить на покупках на Алиэкспресс и других китайских магазинах? Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить 4% при заказах на Алиэкспресс и до 30% в других магазинах. Что такое кэшбэк? Кэшбэк — это возврат части денег, потраченных вами в интернет-магазинах. За активацию аккаунта на сайте Letyshops.ru вы получаете бонусные 200 рублей. Также для удобства пользователей разработано дополнение для браузера Google Chrome или Яндекс.Браузер. Установите его и проверяйте наличие кэшбэка на страницах магазина. Пользуясь Letyshops.ru, вы сможете выводить от 500 рублей. Letyshops.ru. Быстро. Удобно. Выгодно. Друзья, такой флагман 2014-2015 годов, который пролетел очень быстрой стрелой над нашими с вами покупательскими головами, потому что особых акцентов на нём сделано не было. Выпущено было две версии смартфонов — это Mi Note и Mi Note Pro. Отличаются процессором и количеством оперативной памяти, но при этом они абсолютно одинаковые по размерам. Это 5,7 диагональ. В данном случае у нас моделька Mi Note без приставочки Pro с 3 гигами оперативной памяти. Сразу расставим точки над «и», скажем, технические характеристики. С процессором Qualcomm Snapdragon 801 с тактовой частотой 2,5 ГГц. С графическим ядром Adreno 330. Очень хорошая связка, она довольно-таки производительная, при этом она не лагает. Мы выскажем свои плюсы и минусы по поводу данного смартфона, всё, что мы испытали в процессе его эксплуатации и тестирования. И сейчас на данный момент установлена операционная система MIUI 7-й версии. Очень такая, скажем так, стабильная сборочка, но при этом не без ложечки дёгтя, потому что бывают какие-то проблемы, потому что установка делалась не на чистую систему. По сути, хорошо бы всё снести, всё почистить и удалить, соответственно, и приложения, и фотографии, и так далее, и тому подобное. Только после этого накатить чистенькую MIUI 7, и я думаю, что никаких лагов по производительности и в процессе эксплуатации по данной прошивке не будет. Итак, давайте, наверное, начнём с внешнего вида устройства. Это достаточно тонкое устройство. Данный смартфон имеет алюминиевую рамку, состоит спереди из закалённого стекла. Сама рама, соответственно, шасси у нас алюминиевая. И особенности данной именно сборочки это в том, что это бамбуковая версия. Сзади у нас смартфон имеет бамбуковую крышку, действительно дерево. Скорее всего, с ламинацией, потому что всё-таки основа должна быть какая-нибудь, какой-нибудь пластик или ещё что-то. Я не знаю, напишите в комментариях, является ли данная крышка полностью бамбуковой. Но вот эта вот поверхность, она действительно деревянная. Итак, сзади у нас, соответственно, деревянная крышечка. Есть модуль камеры, двойная светодиодная двухтоновая вспышечка. Есть вот такой вот металлический логотип компании Xiaomi, друзья. Сразу оговорюсь, что я знаю, как в Китае произносится слово, название компании Xiaomi произносится как Xiaomi. Но для русскоязычного, скажем так, пользователя, наверное, привычнее будет произносить неправильный его вариант, как мы и делаем. Xiaomi. Итак, всё это дело поставляется вот в такой коробочке. Пока, на данный момент времени, эта коробка выглядит таким образом. В новых версиях смартфона коробка, конкретно в Redmi Note 3, выходит уже немножко другая. Это такой переработанный картон. Эскетичность во всех его направлениях. Сзади мы видим лейбочки, где вы можете проверить контроль качества и оригинальность вашей продукции на сайте. Небольшие технические характеристики на китайском-английском. Даже английского здесь есть, ну, немножко английского. Из чего мы делаем вывод, что на самом деле оригинальная продукция. Внутри у нас нет наушников, есть кабель зарядного устройства. И вилочка кабель и зарядное устройство с переходничком. Зарядка поддерживает быстрый доступ, быструю зарядку. Заряжает смартфон от полутора до двух часов. Наверное, по поводу комплектации больше мне добавить нечего. Давайте начнём, наверное, с плюсов данного смартфона. Данный смартфон очень красив внешне. Это его, наверное, самый главный плюс. Почему я говорю очень? Потому что это достаточно большой по диагонали смартфон. При этом данный смартфон позиционируется как флагманское устройство. Он действительно достаточно тонок. Он действительно сделан из премиальных материалов. Присутствует олеофобное покрытие на стёклышке. На данный момент наклеена плёнка. Плёнка поставляется вместе со самим смартфоном. Смотря у кого вы будете заказывать, ссылочки будут в описании, наверное, на того продавца, где мы брали непосредственно данную модель. И, конечно же, весь этот плюс состоит в том, что вы действительно берёте в руки устройство, которое позволяет вам отличаться от других пользователей, то есть от других людей, которые сейчас в своей серой массе, в принципе, имеют на руках вот такой вот брусочек или подобный брусочек, по которому они выходят в интернет, звонят и так далее и тому подобное. В общем, коммуникатор по жизни. Данное же устройство, оно действительно отличается своей бамбуковой задней поверхностью, своей тонкостью, своим удобством лежания, то есть удержания в руке. Спросите, удобно ли пользоваться данным смартфоном одной рукой. В самой прошивке MIUI есть возможность пользоваться одной рукой. Есть режим, скажем так, однорукого бандита, то есть вы можете без разницы левша вы или правша пользоваться одной рукой. Но, конечно же, фаблеты китайцы повёрнуты на больших размерах, без разницы, смартфон это или что-то другое. Они, конечно же, пользуются смартфоном вот таким вот образом. Выходить в интернет и просматривать контент с данного устройства очень-очень удобно. Поэтому, конечно же, за внешний вид мы ставим твёрдую пятёрку. По качеству сборки смартфон не люфтит, не скрипит. Единственное есть нарекание по клавишам регулировки громкости и клавишам включения. Она со временем будет иметь небольшой люфт, потому что они сделаны также из алюминия. Ну, в общем, я не знаю, это косяк именно этого образца, либо вообще модельного ряда. Но имейте в виду, что со временем клавиши будут немножко люфтить. Они не совсем, скажем так, сильно слежат в этих пазах, именно в этой алюминиевой рамке. Меня этот вопрос не парит никоим образом. Как бы я не зацикливаюсь, но я должен вам об этом сказать. Вторым неоспоримым плюсом данного смартфона является его техническая составляющая. То есть, производитель выбрал для нас действительно, скажем так, проверенный процессор с проверенным видеоядром. При этом можно поблагодарить производителя, что здесь не установлен 2К дисплей. Дисплей 5.7, но при этом диагональ Full HD. И смартфон при таких действительно хороших технических характеристиках очень хорошо себя показывает в играх, в 3D-играх самых последних. Он действительно хорошо себя показывает в плане нагрева. Смартфон нагревается до приемлемой температуры во время использования, скажем так, в сложных технических процессах. Но при этом можно его держать в руке, и вы не будете испытывать дискомфорт. Давайте сразу пробежимся по результатам тестов. У нас есть сохраненные скриншоты. Давайте начнем, пожалуй, с Antutu. Вот такой вот результат смартфон набрал в режиме производительности с установленной MIUI 7 стабильной сборкой. 45 075 очков. Я не знаю, почему-то мне не везет с синтетическими тестами. У меня постоянно смартфоны, даже самые топовые, набирают, скажем так, среднячковый результат. Самая последняя версия Antutu. Но, в принципе, для меня это не показатель, потому что я действительно тестировал этот смартфон в играх, и он показал себя весьма достойно. При этом он практически не нагревался. То есть, он нагревался, но в основном нагрев из-за того, что алюминиевая рамка распределяется по корпусу дерева. Ну, в общем, смысл в том, что я не ощущал этого нагрева как такового. И мне очень понравилось в этом плане работа с устройством. Дальше у нас будет тест Geekbench 3, который показывает следующие результаты, говорящие сами за себя. Ничего удивительного для такого смартфона. Это, скажем так, очень хороший результат. И давайте посмотрим настройки, вернее, результаты работы в низких настройках графики. Это 60 фпс выдает в данном тесте. И, соответственно, ультра высоких настройках 55,6 отрабатывает очень хорошо. Действительно, одна из самых удачных компоновок процессора с видеоядром. То есть, здесь вообще все хорошо. То есть, большой дисплей, алюминиевая рама, хороший процессор, хорошее видеоядро. И все это работает на ура. И практически не греется. Не буду я забегать во всякие троттлинги и тому подобные понятия. Потому что не совсем, наверное, вам интересно. А если интересно, то вы можете посмотреть, допустим, канал Якименко Максима, который очень в этом хорошо разбирается. У нас, скажем так, такие ламповые обзоры. Даже не обзоры, а экспертное, в кавычках, мнение. Именно от нас, от канала Gadgetmania. В общем, как результат по производительности и второму плюсу данного смартфона, это очень хорошая работа данного устройства на таком железе. И оно высокопроизводительное, и никаких проблем вы не испытаете, приобретая данное устройство. Следующим неоспоримым для меня плюсом является размер именно экрана. Я потребляю очень много контента. Я смотрю YouTube, я смотрю фильмы, сериалы. Я переписываюсь в соцсетях. И смартфон мне заменяет, скажем так, очень большое количество времени. То есть, заменяет компьютер. Мне очень понравилась работа данного экрана. Он действительно большой. У него максимально широкие углы обзора. Нету никаких засветов, ни пересветов. В общем, всё отлично. Картиночка Full HD. Плотность пикселя достаточно большая. Пикселей вы здесь не разглядите. Матрица IPS без воздушной прослойки. Само стекло построено по технологии 2.5D. Имеет приятное закругление по своим краям. И поэтому это, конечно же, третий неоспоримый плюс данного смартфона. Четвёртым плюсом, наверное, будет являться камера устройства. Что передняя, что задняя. Данная камера показывает действительно достойные результаты. Давайте вернёмся, наверное, в, ну, к примеру, я не знаю, в эти вот макросъёмка тортика. Отработанные при обычном комнатном освещении. Всё отлично. Кадр просто удачный. При достаточном освещении смартфон может поспорить с флагманами 2015 года. При среднем и плохом освещении смартфон всё равно фотографирует достаточно хорошо. Я сейчас вам это покажу, потому что есть фотографии в абсолютной темноте со вспышкой, без вспышки. Здесь фотография сделана несколько дней назад. Это глубокая ночь, часа два ночи. Соответственно, постройка вот этой вот конструкции осуществлялась, в принципе, в полной темноте. Единственное, что слева здесь стоит здание, с которого светит свет с окна и больше никакого освещения нет. Сам смартфон сфотографировал вот таким вот образом. То есть, в принципе, при недостаточной освещенности и средней освещенности смартфон не сваливается в кашу. Естественно, детализация более чем на уровне. Повторюсь, задняя камера имеет следующие технические характеристики 13 мегапикселей. Модуль от компании Sony. Есть возможность посмотреть со вспышкой. Сейчас мы до этого дойдем. Вот, немножко пересвеченный кадр, но здесь применена вспышка, опять же, для теста. Если приблизить, допустим, этих снеговиков, здесь уже видите, да, что появились шумы на фотографиях. В общем, друзья, это полная ночь. И все равно для обычного юзера, для обычного пользователя результаты данной камеры порадуют. Порадуют вас, потому что это честные 13 мегапикселей, и они фотографируют на своих 13 мегапикселей и на свою цену. И, наверное, заключающим плюсом будет являться батарейка в связке. Я протестировал две прошивки. Это голый Android версии 6.0 и родную прошивку, которую от самого производителя, это MIUI. Сейчас происходит до сих пор тестирование данной прошивки. Здесь, скажем так, как и плюс, так и минус. Сама прошивка очень красивая, очень плавно все работает. Отрабатывает никаких уже в 2015 году о глюках Android, которые имели детские болезни, может быть, года 2-3-4 назад. Сейчас говорить, конечно, об этом не стоит. Все достаточно, даже не то, что достаточно, все просто работает очень-очень хорошо. В этом плане никаких нареканий нет. Единственное, ну, это софтовая часть. То есть, вылетали пару системных приложений. Просто тут такое окошечко, типа, такое-то приложение прекратило свою работу. Но я грешу на то, что это была не чистая установка. Установка поверх, только с свайпами кэша, поверх предыдущей системы, скажем так. И поэтому, может быть, какие-то файлы системы установились не совсем правильно. Поэтому, вот, как бы, такая небольшая ложечка дегтя. Сама система очень-очень красивая. Она очень внешне напоминает, имеет возможность предустановки тем. Имеет очень красивый модуль камеры. То есть, здесь, в принципе, ничего сложного нет. Слева свайп, это быстрые настройки. Хотите заморочиться, нажимаете сюда, попадаете в более, такие, скажем так, расширенные настройки. Вправо свайп, соответственно, мы попадаем в фильтры. И все. Размер. То есть, здесь мы выбираем, можем посмотреть уже сделанные кадры. Сама камера очень-очень быстро фотографирует. Давайте вот сейчас вот просто чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот это вот 15 кадров, да, сколько там, доли секунд прошло. И при этом смартфон фотографирует просто великолепно, да, видите. То есть, похоже так на человеческую кожу. Не знаю, видно ли вам вот эти вот ворсинки, но мне достаточно хорошо их видно. В общем, модуль, сам интерфейс камеры мне очень понравился. И вообще, я, скажем так, частый пользователь прошивок MIUI. Подолгу, скажем так, своего хобби ведения канала Gadgetmania. Ну и вообще, мне эта прошивка нравится. Но, как любому, скажем так, себя уважающему гику, всегда бывает мало. Всегда хочется чего-то нового. И поэтому устанавливаем, переустанавливаем там всякие кастомные прошивки и так далее и тому подобное. Вот. Плавность работы, похожесть, возможность предустановки тем. Вы можете практически полностью изменить внешний вид устройства. Снизу мы имеем, соответственно, клавиши. У них есть подсветка, регулировка подсветки тоже осуществляется. Здесь нету меню приложений. Все устанавливается на рабочие столы. И тем самым приучая человека к какому-то порядку. Опять же, в своем смартфоне у меня все по папочкам. Все так, как мне нужно. Отредактировано и сделано. Что касаемо передней камеры. Она тоже, в принципе, неплохая. Давайте сейчас я, наверное, продемонстрирую вам снимок. Не знаю, вот. Не совсем стыдно за этот снимок. То есть, передняя камера имеет возможность... Здесь, конечно же, не применено, скажем так, ретуширование. То есть, украшения. Китайцы любят там сглаживать кожу, убирать какие-то внешние недостатки. Там в плане прыщиков, каких-то, может быть, царапин или еще чему-то. Здесь это все снято. И, в общем-то, по дефолту сфотографировано. То есть, просто взял, достал и сфоткал. Камера и вообще MIUI очень напоминает мне Apple. В том плане, что достал, открыл, ну, то есть, открыл коробку, достал и пользуйся. Не надо заморачиваться вообще ни с чем. Если камера, то не надо ее докачивать из Play Market. Все работает так, как должно работать. Это, пожалуй, наверное, все плюсы. То есть, последним плюсом стала, наверное, батарейка. Если, может быть, я недосказал. Ну, в общем, батарейка – это, скажем так, еще один очередной неоспоримый плюс данного устройства на 3100 мАч. Работы хватает, как и на большинстве современных смартфонах, современных гаджетов, хватает на один рабочий день. Если вы, скажем так, больше среднего потребляете трафик, больше среднего проводите время в соцсетях, просматриваете какое-то видео, без разницы, в плеере или в YouTube, хватает на один рабочий день, примерно с 9 часов утра до 9 часов вечера. По экрану это 4-5 честных часов. По воспроизведению видео это 8 более часов с выключенным Wi-Fi при средней яркости выше 50%. И, наверное, в режиме ожидания и среднего использования смартфон проведет больше двух суток живым, без подзарядки. И это, мне кажется, достойный результат для такой большой диагонали и, в принципе, с неплохими техническими характеристиками. Давайте поговорим о минусах. Они, конечно же, должны присутствовать, в принципе, в любом, в любой вещи, в любом устройстве. Я здесь их практически не нашел. Единственное, что неравномерно, корпус при этом нету никаких, как вы видите, повреждений. Здесь вот подсветочка, есть небольшое, скажем так, свечение по вот этому торцу. То есть, я знаю, что устройство новое, не открывалось, не разбиралось, и здесь мне подсветочку немножко видно. Но, опять же, я слишком, наверное, придираюсь. Вот, по поводу сборочки больше никаких претензий нету. Наверное, сюда бы хотелось... А, кстати, подождите, друзья. Я совсем... Отставить, скажем так, минусы. Последним и тоже главным, скажем так, плюсом данного устройства является его звучание. На камеру, к сожалению, и вообще на ролик записать на видео возможность звучания смартфона, так как он звучит вживую и в наушниках, не представляется возможным. Но, поверьте мне на слово, здесь отличное звучание наушников, музыки в наушниках, звука в наушниках, воспроизведения звука. И, конечно же, отличное звучание мелодии, без разницы любого музыкального контента. Из динамика, который находится здесь, он один, он полифонический, но он звучит просто на 4,5 баллов из 5. В зависимости от прошивки, может, сразу оговорюсь, он может, скажем так, на совсем высоких... Он очень громкий, и поэтому на высоких настройках громкости, на максимально высоких настройках громкости, он немножко может позволить себе где-то там переборщить с низкими частотами. Поэтому вы услышите, может быть, какое-то неправильное звучание. Но в остальном динамик просто бомбический. Он действительно, ну, тут просто вам не показать, как бы... Он крут! Крут во всем его управлении. Чистый, хороший, качественный звук. Вот честно, чистый, хороший. А в наушниках, друзья, в OnePlus One у меня есть смартфон, который сейчас я пытаюсь каким-то образом реализовать, для того, чтобы взять вторую версию данного смартфона. OnePlus One покорил меня своим звучанием звука в наушниках. И вот этот смартфон, наверное, стоит наравне. То есть, здесь очень хороший качественный звук. Это еще один неоспоримый плюс данного телефона. По минусам. По минусам, значит, я назвал уже вот этот вот маленький недочет, наверное, в сборочке. Не знаю, может быть, это только у меня или вообще у всех моделей. Но вы этого не заметите. Не знаю, вот видно вам сейчас. Но здесь очень много света. И поэтому вам, скорее всего, не видно. Знающие люди меня поймут. Больше претензий по сборке, еще раз повторюсь, нет. Давайте находить какие-то другие минусы. Ну, не знаю, друзья. Может быть, этот смартфон заиграл бы другими красками, если бы здесь установлен был... Я в распаковке сказал, что... По-моему, сказал, что здесь установлен Super AMOLED дисплей. Перепутал я с Galaxy Note 4 на самом деле. Но дисплей... Так, дойдем мы, чтобы я опять не ошибился. Вот смотрите, 440 точек на дюйм. То есть, на самом деле, 5,7 диагональ. Дисплей здесь действительно IPS. Кстати, камера, совсем забыл. Камера имеет возможность снимать видео в 4К, 30 кадров в секунду. Достаточно прикольно. Единственное, что ролики занимают достаточно много места. В данном случае это 16-гигабайтная версия смартфона. Без возможности вставить карту памяти, но с двумя сим-картами. Так, ну, в общем, смысл в том, что мне, наверное, не хватает... Но это тоже, опять же, придирки и личное мнение каждого. Мне, наверное, не хватает здесь Super AMOLED матрицы. Для меня это был бы просто идеальнейший смартфон во всем его проявлении. То есть, режим производительности высокий. Давайте чуть потише сделаем, чтобы вам не отсвечило все это дело. Не знаю минусов. Вот, честно, я не могу найти минусов. Стоимость. Вот его главный минус. То есть, стоил бы он хотя бы от 200 до 300 долларов. Он стоит over 300 долларов, что означает выше 300 долларов. На нынешние деньги это более 20 тысяч рублей. В пределах 24-27 тысяч, в зависимости от того места, где вы будете его приобретать. Достаточно сложно его уже найти на том же Алиэкспрессе. Но продавец этот еще до сих пор продает данные смартфоны. Стоимость. Это главный минус данного устройства. Больше я не нашел никаких у него косяков. Не греется. То есть, ну, только греется, но нормально греется, скажем так. Так как он должен нагреваться. Большой Full HD дисплей. Отличный материал корпуса. Уникальность дизайна, что это бамбуковая версия крышечки. То есть, ну, камера с хорошими результатами съемками достал и снял. Здесь возможно снимать 4K видео. Друзья, я не вижу, не вижу здесь очевидных минусов. Ну да, вот по сборочке мы докопались до вот этих вот щелки. Даже щелки как таковой нету. Просто клавиши подсвечиваются, видать, очень сильным светодиодом. И он немножко пропускает свет в абсолютной темноте. И вот по кнопкам регулировки громкости, включения, они со временем, конечно, начнут люфтить. Но при этом не создавать вам никаких проблем. Они ни в коем случае, если вот так вот поделать устройством, ни в коем случае не клацают, никак не гремят. В общем, смысл в том, что минус данного устройства для меня один. Это стоимость и все. Стоимость и все. А за все остальное, в принципе, вы платите достаточно приемлемые деньги по соотношению цена-качество. Вы получаете флагманские материалы. Вы получаете, в принципе, средние на данный момент технические характеристики, но которые работают в связке с правильной прошивкой. И все у вас как бы хорошо в этом плане. Вот. Вот такой вот, я не знаю, сумбурный, не сумбурный у нас получился видос. Плюс и минус Mi Note бамбуковая версия. Я сказал вам от души, сказал вам честно все то, что я испытал с этим смартфоном за последние 10 дней. Действительно, телефон мне понравился. Я его всячески рекомендую к покупке, если вы рассматриваете. Если вы... Давайте так. Для того, чтобы подытожить и какие-то действительно более-менее правильные итоги вынести с этого обзора, мы подытожим так. За эту сумму денег вы получаете смартфон, который будет отличаться от других интересным дизайном, премиальными материалами исполнения корпуса и вообще смартфона в целом, с неплохими техническими характеристиками. Смартфон, который умеет снимать 4К видео. Смартфон, который умеет снимать своей камерой неплохие фотографии в авторежиме, без всяких регулировок и тому подобное и так далее. Смартфон, который будет показывать, какой вы индивидуальный человек. Если вам надоел пластик и тому подобные материалы, даже если вам надоел металл в корпусе устройств, вам хочется поближе быть к природе, вообще отличаться от других. Этот смартфон будет вас отличать от других. При этом он достаточно прикольный. Ну и две сим-карты, это, конечно же... А, минус! Вот, в конце я еще вспомнил, о чем я хотел сказать. Отсутствие возможности вставить microSD-карточку. Это, наверное, стоимость и отсутствие вставить SD-карточку. Это два таких минуса, против шести плюсов, которых я вам озвучил. Я всех своих зрителей поздравляю с наступающим Новым годом. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Я думаю, что этот видос выйдет в Сочельник 24-го числа, то есть накануне Рождества. Я вас очень благодарю, что вы смотрите мои ролики. Я не профессионал, я энтузиаст, который просто тестирует, как ему кажется, устройство, высказывает свое мнение. И мне очень важно, чтобы вы поддерживали наш проект, для того, чтобы канал жил, развивался, рос. Мы будем расти вместе с вами. Мы очень много потребляем информации для того, чтобы улучшить свои знания, для того, чтобы начинать лучше снимать, и так далее, и тому подобное. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте, поддержите нас своим лайком и хорошим комментарием под нашим видео, в частности, даже вот этим видео, которое вы заканчиваете смотреть. Обязательно участвуйте в наших будущих конкурсах. Обязательно, конечно же, пользуйтесь нашим сервисом gadgetmania.ru, место, в котором мы собрали все скидки, купоны, промо-акции. Сейчас добавилось более 80 купонов, почти 400 предложений, которые на всякий вкус и цвет сделаны специально для вас, для наших пользователей канала Gadgetmania. Итак, наверное, пора прощаться, говорить вам до свидания. Мы не прощаемся, говорю вам до свидания. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok